Рынок электромобилей в Европе не развивается, и похоже, что эта отрасль находится в кризисе. Примером тому служит завод Audi в Брюсселе, основанный в 1948 году и реконструированный с использованием передовых технологий. А после 2025 года производство электрического внедорожника Q8 e-tron, флагманской модели немецкого автопроизводителя, продающейся в Бельгии за 80 тысяч евро, будет прекращено. Но профсоюзы вышли на тропу войны. Они опасаются потери 3 тысяч рабочих мест, а также еще тысячи во вспомогательных отраслях, готовят новые забастовки и критикуют автопроизводителя. Тем временем Евросоюз ищет решение, рассматривая введение пошли на китайские автомобили, которые намного дешевле европейских, и инвестиционные проекты в промышленность. В этом году мы должны быть более активным, чем более активным, на рейд-industrialизацию. Не только через протекционизм и протекционизм, что мы, сегодня, нам институты, и европейские и европейские, которые будут активны на территории и создать здесь, и создать качество работы. Нужно действительно получить глобальную политику на всех аспектах. На аспектах фискалитет, но также на аспектах формации работников, на аспектах сотрудников, на аспектах исследования и развития по отношению к новой технологии. За первые 8 месяцев этого года в странах ЕС было продано чуть более 900 тысяч аккумуляторных электромобилей, что составляет всего 12,6% от общего числа продаж, в то время как бензиновые автомобили остаются самыми востребованными.